Танкисты, всем привет, всем хорошее настроение и подготовил я вот для вас в пол четвертого ночи, ну или бы утра, коротенькое видео, чтобы у вас было понимание вообще, а что же ожидать в обновлении 8.1 и у меня есть для вас ответ на этот вопрос. Давайте вкратце посмотрим реплейчик, который был сыгран сегодня мной на тестовом сервере и я взял для наглядного примера Vickers Lite. Обратите внимание, что сразу бросается в глаза, что какой-то необычный чат, скажете вы. Да, буквы стали немножечко меньше, вроде как что-то где-то выделяется, техника заливается шрифтом, никнейм игрока был вроде как и прежде, а вот текст почему-то белого цвета, почему так сделали разработчики, я если честно, ну пока не знаю, возможно, это как-то воспринимается глазу, может быть легче, но не суть, даже сейчас не об этом. Викерс Лайт, вы же все прекрасно знаете, ветка Викерса, наконец-таки, будет снабжена вот той самой графикой, которой сейчас мы довольствуемся на ветке йохов. С какого уровня, я пока сказать не могу, йохи снабжены этой графикой, по-моему, вроде как с седьмого уровня, может быть здесь будет так же. И есть у меня для вас такой небольшой сюрприз, ну вы, наверное, уже о нем знаете, который будет поджидать вас примерно в середине боя, что тоже, в принципе, неплохо. 3 на 4, вы сами понимаете, что это тест, тест обновления 8.1, и поэтому команды, слава богу, хотя бы, чтобы они такие были, потому что я попадал в некоторые бои, где, в принципе, был один вообще на две команды, и мне приходилось брать базу, либо захватывать точки, чтобы выйти, потому что просто так без победы, либо без поражения, оттуда из этих боев не выйти. Виккерс, вы посмотрите, каким он стал красивым, я его специально одел в легендарный камуфляж, чтобы все вот эти вот плитки, чтобы все вот эти вот трещинки, царапинки были наглядно видны. И влетает сюда Виккерс и Е50, между прочим, из клана С4. Понятно, что он особо не напрягается, он просто приехал, его разобрали, но я, если честно, не особо даже уделял этому вниманию, что он из такого злого клана, просто упоролся, мы его забрали. А сейчас, прошу обратить внимание на Шеридана, сейчас, секунду, не сейчас, а вот сейчас, посмотрите, заряжен подкалиберный боеприпас. Если раньше все эти экраны выглядели серого цвета, то, аллилуйя, разработчики, спасибо вам большое, даже вот эти вот экраны корпуса, пресловутый танкующий корпус Шеридана, теперь помечен соответствующими цветами зоны пробития. То есть, если мы стреляем куда-нибудь в краешек, в скос, то будет броня непробита и нужно стрелять четко в серое, в серое, в серое. И то же самое с тяжелыми танками, с ИС-4, с 215-м Б, что наглядно было продемонстрировано на каком-то из рекламных роликов, но, к сожалению, здесь и в этом видео я вам этого не покажу, потому что просто этого не было. Но, знаете, то, что раньше все, что было полукрасное, полусерое, сейчас будет четко, блин, либо серое, либо красное, и это круто. С одной стороны, да, то есть вам будет легче пробивать, но помните, что и вас будут пробивать гораздо легче, потому что сейчас наверняка, если ты стреляешь в серое, будет проходить пробитие. Ну, скорее всего. И погнали дальше. Дальше просто красивый бой, просто замечательное раздамаживание противников. И, собственно, я так думаю, будет победа, возможно, да? Что еще хотелось бы сказать по обновлению 8.1? Будет Блэк Принц занервлен чуточку. Ему добавят 5 км в час, и теперь он перебегается со скоростью 25 км в час. О боже, это сумасшедшая скорость. И немножечко ему занервная точность. Я прокатился один бой на этом танке, когда-то один, я был один. В бою не было абсолютно никаких противников. И, если честно, при его скорости особо-то не заметно. Ну, сведение, сведение вроде как стало немножечко хуже, чем было раньше. Но не критично. ДПМ остался тем же. Так, ну и посмотрите, на объекте 140 явно видно, что если мы не пробиваем, значит мы тупо заряжаем голду и меньше поводов для того, чтобы он подгорел. И самое, что касается командного чата, таким необычным, это дамаг теперь приплюсовывается, то есть и выводится на всеобщее обозрение. То есть, смотрите, ник уничтоживших. То есть, тот, кто вам помог уничтожить танк, прошу прощения, я заговариваюсь, теперь приплюсовывается с тем, кто дал по нему хотя бы одну дычку, либо две. То есть, Ковалев, я и Данила, как бы совместными усилиями уничтожили танк. Но, поскольку Данила 381 2018 его все-таки убил, поэтому он выглядит красного цвета. Я так полагаю, что это, в принципе, так и работает. А я желтенький, потому что я ему немножко посапорил. Так, ну и остается вкусный Е100, которому нужно забирать. И почему? Странно, ну он, наверное, отчаянство 140 и взлетел, просто хотел меня отомстить. Видите, да? Я просто его не пробиваю никуда. И стрелять лишний раз, тратить снаряд, просто не буду. И вот когда остаются такие танки в виде Е100, а ты на Виккерсе, а-а-а, это кайф. Кстати, не обращал внимания, что есть надпись вот сзади Виккерс Лайд. И этого, может быть, не было. Может быть, я не... Ребята, я после сегодняшнего стрима мега крутого, мега позитивного прикупил себе камуфляж на Виккерс со скидкой 1650 голды потратил, потому что в преддверии обновлений хочется, так скажем, во всеоружие встретить его. А баланс, не правда. Это так кусочные вот эти вот все истории я вам рассказывать не буду, потому что это не совсем интересно, не совсем, я думаю, будут этим заинтересованы люди. Вот вкратце так, так что пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всего доброго и до новых встреч. А я пошел спать.